Выяснить, были ли применены недозволенные методы ведения следствия, то есть пытки к подсудимому Бобровному за шесть дней, отведенные на это судом, оказалось невозможным. Напомним, на одном из предыдущих заседаний по делу бывшего заместителя Акима Кустаная Фрунзика Ракеляна, экс-начальника отдела ЖКХ Женица Шинкина и предпринимателя Александра Бобровного, последний заявил, что на него в первые дни после задержания было оказано моральное давление, а один раз он даже получил удар кулаком по голове. Прокурор Танатасов ходатайствовал о приобщении к материалам дела ответа спецпрокуратуры, который занимается расследованием данного факта. Принять процессуальное решение к сегодняшнему дню не представляется возможным. В связи с значительным объемом проведения производства по данному делу, а также необходимостью производства данной экспертизы, срок принятия решения будет ориентироваться в третьей декаде марта. Но это не единственный повод. Согласно специфике расследования такой категории дел, необходимо проведение судебно-медицинских экспертиз, а также много заявленных о проведении опроверге на детекторе лжи оперативных работников, и в том числе моего. Поэтому там объем работы большой. Уже позже защитник предпринимателя пояснил, что экспертиза, по ее мнению, должна подтвердить или опровергнуть правдивость слов Бобровного о моральном и физическом воздействии. Судья напомнил собравшимся, что прежде чем начать дальнейшее разбирательство, суд обязан огласить результаты проверки и приобщить их к материалам дела. Судебное седание откладывается пока не на неопределенный срок. Как только поступят к нам материалы по проверке, мы сразу же вам сообщим о назначении дела. Будьте готовы к пренеям. У нас остались только пренеям. Учитывая, что в третьей декаде марта в республике объявлены большие выходные в связи с празднованием Наурыза, процесс возобновится не ранее 24 марта. Диара Ахмедчин, Виталий Голговской, РТН.